Вот. Ой, не туда я подключился. Сейчас я сниму. Раз, два, три. Итак. Здравствуйте, господа. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко. Я руководитель эзотерической школы Кайлас. Сегодня, как всегда, провожу по пятницам вебинар, где отвечаю на ваши вопросы. Сегодняшний вебинар будет именно этому посвящен. Сейчас я посмотрю, не знаю, не слышно, есть ли звук. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, есть звук, все хорошо. Ну что, сумочка, все, финиш. Спасибо, Роб. Ну, хватит, зайчик. Ну что. Фух. Начали. Начнем сейчас проводить вебинар. Наргиза. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Здравствуйте, Наргиза. Элеонора Корецкая. Подскажите, чем убрать мою головную боль? Уже полтора года и ничего не помогает. Мануальная терапия антидепрессанты. Остяпа. Она у вас связана с спазмами сосудов. Тибетская медицина говорит о том, что необходимо повязать на безымянный палец правой руки белую нитку и черную нитку на указательный палец левой руки и поносить. В случае, если так поносить, то, считается, головные боли исчезнут. А в случае, если низкие тромбоциты, они у вас низкие, то на большие пальцы левой и правой руки необходимо внизу обвязать черную нить. И тогда будет все хорошо. Оксама Чуенко. Смогут ли родители продать квартиру в Караганде? Они в Украине сейчас не смогут. Делай ценную операцию по варикоцелью. Лучше полечить. Лучше полечить. 42 года. Дочке 6. Получится в этом году встретить любовь? Нет. Спасибо большое. Всем скорейшего мира. Мира, которым победит Украина. Это уже произойдет в скором времени. Ждем со дня на день до середины марта уже это все произойдет. Уже с договорами со всем остальным. И не нужно меня поздравлять с Днем Защитника Отечества. Объясню почему. Дело в том, что данный праздник был праздник военно-морского флота и Советской армии, в которой было 16 республик. После распада Советского Союза праздник этот аннулировался. Поэтому то, что его кто-то подобрал и считает, что это праздник Защитника Отечества, нет. Советского Союза нет и праздника нет. Поэтому меня поздравлять с этим не нужно. Я в Советском Союзе учился в школе. Я как считал себя, так и считаю мужчиной. Мне подарки не нужны. Меня зовут Вайда, пишу из Литвы. Произошло несчастное в Виннусе, столице Литвы. Исчез 15-летний подросток. Высылаю фотографии. Вайда, он ваш родственник, скажите мне. Если он ваш родственник, я отвечу. Если он чужой человек, я не должен это делать. Не нужно мне из больной на здоровую голову. Серьезно. Ребенок жив, сам найдется. Ничего бояться не нужно. Не погибшим. Подскажите, смогу ли я развить бизнес в парламентном макияже или лучше заниматься перманентным макияжем. Также и филиации, косметологии, и всем, что связано с ухаживанием за лицом. Поэтому смело можете этим заниматься. Олена Белик. Здравствуйте, всего доброго мира в Украине. Как можно вывести маленьких мушек из квартиры эзотерические? Берете мушку, ловите одну или две, но оставляете ее живой. Представляете, будто в правой руке или в левой вы ее держите. И представляете, будто она светится в руке белым цветом. После этого, вот так, как будто вы берете и этот белый свет высасываете. И представляете, будто она стала внутри черной. И произносите, собери всех и убери их из квартиры. После этого ее отпускаете так, чтобы она жива осталась. После этого мушки уйдут. Пять лет назад случайно вышла на вас в Ютубе в тяжелый период жизни. Вы мне помогли благодаря вашим вебинарам на школе. Подскажите, когда я стану бабушкой? Бабушкой станете аж в 26-27 году. Поэтому не скоро. Давайте вот эти вопросы. Когда я стану бабушкой? Когда я выйду замуж? Давайте не ко мне, серьезно. Они некрасивые, знаете. Мне неудобно говорить, потому что я очень часто вижу, что шансов никаких, знаете. И после этого, как мне вам говорить? Ты никогда не выйдешь замуж, у тебя никаких шансов. Скажите, мне приятно вам это сказать? Считаю, что это не очень корректно по отношению ко мне. Согласны или нет? Что можете сказать по поводу холиастеатомы? Народные методы нет у народных методов. Как увеличивать финансовое благополучие? Каким образом увеличивать финансовое благополучие? Когда человек катится в пропасть, он должен знать, что это происходит на фоне того, что у него нет или разрушаются концепции. Какие концепции? Первая концепция. Дело в том, что человек живет по принципу. Наслаждение и радость внешним миром и создание внутреннего счастья приводят человека рано или поздно к тому, что он становится богаче. Когда у человека нет цели, когда человек живет просто так, ради одного дня, когда человек не развивается, то надеяться на то, что он будет в дальнейшем богатым или развитым человеком, маловероятно. Всегда надо знать три принципа. Первый принцип – живите ради кого-то. Второй принцип – куда течет любовь, туда текут и деньги. А как заставить близких вообще кого-нибудь вас любить? Поэтому больше с детьми, подарки, заботитесь о ком-то, чтобы любовь в вашу сторону текла. И третий принцип – когда вы рассчитываетесь, когда вы думаете о деньгах, когда вы думаете о бизнесе, через одну минуту или через одну секунду больше об этом не думайте, а думайте о чем-нибудь приятном и хорошем. Все эти три принципа, они максимально быстро могут человеку изменить судьбу, изменить жизнь. Почему не хватает энергии? Очень часто у человека не хватает энергии, потому что он живет бесцельно. Он живет ради выживания. Человек, живущий ради выживания, рано или поздно столкнется с потерей энергии. Как эзотерический человек теряет энергию? Нельзя человеку какому-либо говорить, ты у меня еще получишь, или вот тебе на таблетке, вот я или на кого-то злились очень долго. Это все ставит ментальные программы, они находятся вокруг вас и постоянно выкачивают у вас энергию, для того, чтобы навредить другому человеку. Вы уже забыли, а программа еще работает. Как ее сжечь? Обычно такие программы сжигают те, кто работает со свечой. Вот ходят вокруг человека. Но дело в том, что там надо знать момент. Дело в том, что такой свечой можно сжечь не только хорошие программы, плохие программы, а еще и хорошие. А хорошие программы это любовь другого человека, это когда вас простили, допустим, программа стоит, когда, допустим, вот человек занял деньги, а ему простили. Если сжигать свечой, ходить вокруг человека, то вдруг тот человек, который простил, скажет, ну что это я должен прощать? Пусть возвращает. То есть и хорошее, и плохое может сжигаться. Мелитополь останется нетронутым? Нет, Мелитополь будут трогать, поэтому аккуратнее. В каком направлении развиваться, чтобы зарабатывать деньги? Отличный вопрос. Я не хочу отвечать на вопрос, когда вы станете главным менеджером в работе банки «Газпромбанк». Мне не нравится этот вопрос, я не хочу на него отвечать, вот совершенно. Мне неинтересно. Если вы объясните, зачем отвечать, я отвечу. Я хочу спросить, я была в 78-м Сангая, я купила карты и проведу ритуал, который вы предложили, я не могу решить, выбрать короля или валета. Вальта. Первое сообщение транслитер привел, как будто я мужчина. Три недели по два раза в день мое сердцебиение поднимается, больше ста ударов. Что это? Страшновато как-то. Железо принимало, начало действовать иглоукалывание, китайцы, эзотерику. Что для себя делать? Смотрите. Существует некая энергетическая система, почему человек болеет. И одна из особенностей, связанных с сердцем, заключается в том, что чем больше человек погружается в себя, каким образом, правильно я поступила, неправильно, хорошо я выгляжу, нехорошо, толстая я или худая, плохие зубы или здоровые, что будет со мной, что не будет, правильно, неправильно, заработаю, не заработаю. И вот эти мысли, чем больше этих мыслей, тем сильнее сердце у вас начинает заболевать. Так появляется гипертония, ритми, экстрасистерия, брадикардия и так далее. Но это грубо психосоматика, только энергетическая. Каким образом устранить это все? Как можно больше на протяжении дня рассматривайте окружающий мир и получайте от него эстетическое удовольствие и радостное удовольствие. Так себе и происходит. Мне нравится там, где я живу, мне нравятся стены, мне нравятся утром, мне нравятся вечером, мне нравится, что купаюсь, мне нравится это, мне нравится. Чем больше человек обращает внимание на внешний мир, чем меньше обращает внимание на внутренние состояния, которые возникают в его организме или чувства, которые возникают особенно негативные, тем быстрее человек вылечивается от вот таких заболеваний. От панических атак, депрессивных эпизодов, нервных состояний и так далее и тому подобного. Именно поэтому, если хотите избавиться от этого, пожалуйста. В Тибете говорят, что если у человека ничего не получается в жизни, нужно носить на указательном пальце левой руки железное кольцо. Если женщина не может выйти замуж, на безымянном, это Венера, необходимо носить железное или медное кольцо, для того, чтобы быстрее, ну, чем медное, для того, чтобы быстрее замуж выйти. Если денег нет на левой руке, на мизинце нужно носить железное кольцо, то, потому что считается, что какие-то духи, у которых просили, мешают. Духи Римс называются. И эти духи мешают. Как сказано об этом? То есть, в случае, если человек там тряс на Луну и говорил, ой, Луна, да, мне, то дальше может столкнуться с полной блокировкой материального благополучия. Для того, чтобы это устранить, необходимо надеть на левую руку, на мизинец железное кольцо. Вы проводили обряд на улучшение материального благополучия. Подействует обряд на тех, кто смотрел записи. Три недели по два раза в день моё сердцебиение от ВЭКЮ. Во вторник лечу в Канаду. Сегодня поднялась температура. Что почитать, чтобы к вылету стало лучше? Начала пить антибиотик. Используйте метод патрула Далкара. Начните в течение дня 5-6 раз очень активно дышать. Помните, открываете рот, широко расставляете ноги, стоя, начинайте раскачиваться, не отрывая пятки от земли, с открытым ртом, для того, чтобы происходило диафрагмальное дыхание. Как бы дыхание само по себе. Засеките, проводите его по одной минуте 10-15 раз в день и сможете очень быстро выздороветь. Как это работает? Когда появляются вирусы, то лимфосистема, которая отвечает за перенос лейкоцитов, а также всех клеток лейкоцитов, таких как лимфоциты, нейтрофилы, базофилы, эзонофилы, далее интерлекины и так далее. Это все должно нашей лимфой подноситься и максимально реагировать на те заболевания, которые возникают, особенно вирусные. Но очень часто лимфосистема не может с этим справиться, потому что вирус гораздо активнее, а движение лимфосистемы приостановлено. И вот такое дыхание с качанием геофрагмы может помочь более активно лимфу двигать. И это обеспечивает еще и выздоровление, улучшение общее и так далее. Я из Грузии. Стоит ли мне уехать за границу, остаться в Грузии? Стоит остаться в Грузии? Полностью вчера посмотрела мое фото и сказали обратиться к психиатру. У меня болезная порча от гипноза. Нет, у вас называется синдром Кандинского Клерамбо. Называется ощущение преследования и ощущение влияния. И это у вас видно, я эзотерически вижу, когда влияние, когда психическое заболевание. Мне жаль, но вам лучше всего обратиться все же к психиатру, который вам поможет. Оставаться в Болгарии или возвращаться, или в Европу ехать. Если Болгария Европа, Болгария лучше. Мой сын хочет, чтобы мы переехали из Украины в Швецию. Там находится семья его друга, они зовут к себе. Сейчас он находится в горячей точке, защищая страну. И по окончанию ужаса, скоро, кстати, он хочет уехать. Хорошо будет у нас переезд или нет? Хорошо будет переезд, но было бы хорошо так. Пусть он сам едет, а вас с собой не тянет. Потому что вы там будете страдать, а сын вот нет. Поэтому хорошо, если сын поедет, и хорошо, если вы останетесь. Спасибо, кольцо носило два года на указательном пальце. Если на указательном пальце, то тогда, если не получается бизнес, начинает получаться. Смотрите, вам должны деньги, носите на указательном пальце железное кольцо. Если вы должны деньги, носите на указательном и мизинце правой руки железное кольцо. В случае, если у вас давление повышается за счет того, что вы отекаете, носите на мизинце железное кольцо. Ну вот, как-то так. Дуже, дыхай звук. Наргиза, восхищаюсь вами, как я рада, что встретил вас и стала вашей ученицей. Спасибо, Наргиза. А скажите, кто был прошлый раз у нас на эзотерическом вебинаре в прошлую пятницу, когда я взмахнул палочкой железненькой, на самом деле она серебряная, такая большая, и у вас пропала боль в позвоночнике, и по сей день, по сегодняшний день она у вас не возникла. Скажите мне, есть ли такие люди среди нас? Валентина Бенькова. Как вы считаете, можно ли в возрасте за 50 учиться заниматься в сфере красоты? Однозначно. Однозначно. Причем добьетесь гораздо больших результатов, чем человек, который не занимается сферой красоты. Андрей Андреевич, помогите избавиться от обжорства, прямо уже нервирует, нету силы воли. Нет, нет, это вы должны знать, когда у человека появляется обжорство, особенно в вечернее время, то обжорство является ничем другим, как изменение и нарушение циркадного ритма. Что это или о чем это говорит? Первое, вы должны спать или ложиться спать раньше. То есть, если вы ложитесь спать, допустим, в час ночи или в 12, вам необходимо начать ложиться в 9. Конечно, вы себя не сможете переубедить. И поэтому, для того, чтобы активировать циркадные ритмы или настроить их в организме, чтобы они начали работать правильно, начните принимать мелатонин. Его можно приобрести в любой аптеке. Это БАТ, мелатонин по 3 таблетки на ночь. Дальше второе, для того, чтобы не хотеть есть, а когда вы на ночь хотите кушать очень сильно, то это говорит о том, что в это время вы должны были уже спать. Вот когда вы сидите на ночь, у вас появился аппетит, вы очень хотите кушать, вы должны знать, это время, когда вы уже должны были заснуть. И в этот момент у вас бы произошло расщепление жиров, и вы бы в этот момент худели. Но из-за того, что вы не можете в этот момент не остановиться, и вам необходимо... Почему? Дело в том, что при расщеплении жиров начинает появляться глюкоза, и там появляется допамин. Липопротеины активируют, формируют активность нейромедиаторов, среди них допамин. И именно в это время, в ночное, когда очень хочется кушать, вам необходима либо глюкоза, либо еда какая-либо, потому что в этот момент должен формироваться допамин. А если бы спали, то он бы расщеплял жиры, переваривал бы свою глюкозу внутреннюю, и помогал бы вам восстанавливать нейроны мозга и гормоны мозга. А так вы не спите. И еще, для того, чтобы в течение дня избавиться от аппетита, есть препарат великолепный, он мне очень нравится. Он называется пиколинат хрома. Доброго вечера, хорошего настроя, всем скорейшой перемоги. Вже нарешті, скоро. Зіноїда Мацапура. Так у меня ушла боль с хребта, дуже вам дякую. Будь ласка, ура. Весной хочу поехать в гости в дочке, в Турцию, в Кемер. Сменить обстановку. За год войны накопилась психологическая и физическая усталость. Поездка пройдет удачно, да, можете смело ехать. Рада вас видеть, а я вас. Добрый вечер, дочке 16 лет, у нее начались физические, психические проблемы. Принимает препараты. Прохожу третью ступень, как так растерялась, не знаю, какую практику принимать. Посоветуйте, пожалуйста. Самое лучшее – это вымаливание. Выкладывайте вот так ручки, говорите. Пусть нервы отпустят, пусть станет здоровой, пусть в жизни будет счастье. Пусть придет в норму. Каждый день утром и вечером. Ура у меня, но сегодня после 14 тысяч шагов начала ныть поясница. Ого, вот так сильно. Когда будет мир в Украине? Уже до конца февраля. Мне показывали так. Я хочу еще раз вам сказать. Мне показывали так. Война начнется зимой и закончится через год, когда будет тепло. А вот когда тепло, я предположил, что потеплеет в феврале. И вот я подумал, что с первым марта уже там должно быть. Поэтому я говорил в конце февраля. Но, скорее всего, это произойдет до 13-го числа. Скорее всего, в этом будет участвовать. Будет либо операция «Шторм», либо использовано оружие «Шторм Старблейд». Либо оружие, которое называется «Шторм Скальп». Не помню, как еще. Одним словом, многое в этом будет. А еще что-то, чего сказать не могу. Можно ли приостановить развитие рака грудной железы? Справлюсь ли я? Справитесь, да. Напишите мне в Телеграме, если вы из Украины. Я смогу вам подсказать, какие препараты могут помочь. Вы сказали 26-го лютого. Я казал не 26-го лютого, а наприкінці лютого. 26-го, 28-го, 8-го в конце. Ну и пусть будет так. Посмотрим. Пару дней осталось, что-то должно произойти. Виктория Пантухова. Низкий поклон, уважаемый Андрей Андреевич. Ура, в спине прошла. Боль и в шее. Ура. Надо ли мне удалять липому на шее? Боюсь, оперировать надо. Она у вас нехорошая. Ее лучше удалять. За свое майбутнє с чоловіком. Андрей Андреевич неоднородзе запитала вас. За свое майбутнє с чоловіком, с яким я зустрічаюсь. Вы сказали, що ми будемо разом читаємо. Андриколея, він до мене дуже байдужий. Чому? А так жизнь устроена. Если один стакан пустой, то второй должен кто-то наполнить. Поэтому один наполняет, а другой должен что-то с этим делать. Поэтому для того, чтобы он был небайдужим, станьте вы байдужим до него. И тогда все изменится. Это все эзотерика. Помните, я в школе об этом говорил. Для того, чтобы женщину начал любить мужчина, она должна быть более, наверное, к нему импульсивна и безразлична. То есть та не надо. Ну и что? И вот тогда у него появляется трагедия. Дело в том, что когда мужчина байдужий, то тогда мужчина начинает думать, что он офигенный, что он самый красивый, самый модный, самый в постели там невероятный. Что там все девушки его обожают и так далее. А в тот момент, когда женщина говорит, там мне все равно, слушай. Он начинает пробовать, понимает, что он никому не нужный, как обычно это происходит. И вдруг сказывается или оказывается в таком состоянии, при котором он начинает говорить. Не, не, я буду за свою держаться. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно ли обручаться кольцами родителей? Да. Скажите, пожалуйста, мы с семьей посадки маленькое лавандовое поле. Мы в правильном направлении заниматься чем-то другим и чем-то другим тоже. Потому что лавандовое поле вам хороших доходов не даст, к сожалению. Спасибо за ваши советы. Спасибо. Сыну три года зовут Глеб. Последнее время очень плохо стал ночью спать. Постоянно просыпается по ночам и плачет. Стал очень нервный. Подскажите, что делать? Начать давать магний. Магний и кальций. Кальций утром, магний на протяжении дня. Сминайте 43. Сминайте мое событие життя. Сминайте. Гарно забудает. Я потерял 78 СНГ. Я прохожу вопрос, делают ли предложение в этом году. Выйду замуж. Бывший муж напишет замещание своей половины нашей общей квартиры на дочку или нет. Пока отказывается. Скорее всего, даст. Он такой возможности. Правильно я сделала практики по пятой ступени. Правильно. У меня гарантрос третьей степени коленых суставов. Стоит ли делать операцию? Стоит. Мне придется менять работу после перелома руки, так как очень далеко ездить не могу. Я найти такую же, только ближе сейчас все устраивает, кроме дороги. Нет, не найдете ближе. Оставайтесь, если возможно. Ну и не торопитесь. Пусть заживет. Все будет хорошо. Есть сказания о Шамбале, которая находится где-то в Сибири. Это по вашему мнению реально? Нет, это по моему мнению нереально. Является абсолютной ерундой. Насколько я помню, в книге, которая называется... В книге Блаватской, которая называется... Там она говорит о Шамбале, которая находится в Индии. После нее о Шамбале говорил еще офтальмолог Эдуард, не помню его фамилию, который сказал, что Шамбала, скорее всего, находится в Тибете. Сами тибетцы считают Шамбалу вообще виртуальной страной, которая находится вне понимания человека. В индуистской системе шиваизма считается, что есть некая гора, от горы идет столб, на столбе находятся листья, там находятся 8 граней 8 миров, сверху над мирами находится еще один столб, там высшие существа и так далее. Целый такой вот... целый иллюзорный мир, который нарисовал кто-то или увидел и вот представил его в виде какой-то идеи. Сегодня наконец уволила с работы, смогу ли я благополучно развивать свое дело дальше? Да, да, сможете. Мне делать операцию перегородки носа? Делать? Мол, Даша, точно. В каком направлении мне обучаться, чтобы зарабатывать? Сейчас я вас тоже удалю. Оп. Присла 78 СНГ, суждено выйти замуж? Суждено, но не в этом, а в следующем. Как лучше назвать ветеринарные клиники, чтобы животные были спокойнее и доход был? Ну, назовите... Нет, такой вопрос не смогу ответить. Так много всего у вас там. Не могу избавиться от высыпания под... Высыпания над верхней бровью с левой стороны. Подскажите, что принимать с препаратов ТФ. Принимайте препарат Аллергонорм, также Биотин, также Пекалинат Хрома, также Голит. Смазывайте мазью. Называется она у нас изотоновая. Лилия Стандиричук. Скажите, пожалуйста, если может завагитнеть и родить дитину уже 15 лет, не получается, а принимала препараты? Скажите, сможете завагитнеть ближайшим часом, может уже этого года, или следующего года, но весной, или этой весной, или следующей весной. Ольга, 59, не видала сына 25 лет. Когда будет встреча? В 26-м году, в октябре месяце. Дрин, Дрин, действительно ли мой сын Саша заболевает во время тренировок в зале? Стоит ли менять зал? Да, стоит. Вам идет розовый цвет? Спасибо. Вечер. Очень портится зрение. Это порча? Нет, это возраст. Скоро сын расплатится с долгами. Нет, будет еще три года. Три года страдать этим. Наталья, так и биль прошла. На украинском языке слово незабарум имеет такое же эзотерическое значение, как и слово скоро. Незабарум – это в скором времени. Здравствуйте, как мне удалось уехать, как скоро мне удаться уехать из Германии, очень хочу и стараюсь. Спасибо за все. Аж до апреля, или даже до мая будете находиться там. Скоро суд. Оставят ли детей со мной? Ой, так хотелось бы ответить по-другому. Хочу поехать дочке. Ответил. Скажите, я поборю свой болезненный рак, заранее благодарю вас. Да, сможете по чуть-чуть его подвигать от себя. Я хочу начать делать депиляцию. Стоит получится, стоит смело делать. Получилось у меня построить гармонизатор в отжарный котел. Да, получилось построить. Можете уже начинать бышать. Не хотел озвучивать сына. В случае, если есть проблемы с алкоголем, еще и с головой, моя работа стоит 3 тысячи долларов. Без этих денег я работать даже не начну. И поверьте мне, нужно будет еще в очереди постоять, потому что мне не нужны клиенты. Клянусь вам, у меня все в жизни хорошо. Вам огромное спасибо. Смотрю на происходящее с точки зрения эзотерики. Но что происходит с работой мужа? Помогу ли я нам справиться? Очень стараюсь. Вы понимаете, много ошибок человек совершает, когда он начинает заниматься бизнесом. Основные ошибки его заключаются в том, что он верит партнерам. Что он сам не старается. Что работа выбрана неправильно, но от упертости человек все время пытается ее продвигать. Вот у меня был такой знакомый, это я. У меня тонул бизнес. Я год вкладывал, продал квартиру, начал деньги туда вваливать. Потому что ожидал, что конец закончится, что магазины эти заторгуют и так далее. Но не тут-то было. А с чем это было связано? Ну, в моем случае это было связано и с болезнью. Это было связано с тем, что жил с неудачным человеком. С болезнью отца, со своей болезнью. Мне некогда было заниматься. Я набрал людей, которые внешне были хорошие, на самом деле, начали заниматься воровством. Взял партнера, партнер начал воровать и так далее. И это все вот в комплексе создавало такой процесс. Человек очень часто устает в этот момент. Для того, чтобы прийти в норму какую-то человеку, у которого не получается сработать, у которого не получается зарабатывать, он должен отдыхать. Ему необходимо отдохнуть, ничего не делать, не брать телефон, не обучаться. И посвятить кого-нибудь в эту тему. То есть объяснить вам, но дать вам положение вещей всех, чтобы вы посмотрели, если он вам доверяет. Это у меня было в свое время мой опыт. Я уехал в Винницу, выключил телефон. Через месяц приехал и понял, что мой бизнес, он тонет. И ничего другого не оставалось, как его закрывать. Конечно, никто этого не понял. Когда я его отдал другому человеку, то он смог этот бизнес развить, а я на то время не мог. Почему это происходило? Мне он так надоел тогда. Мне надоело приходить. Мне не нравилось, что я им занимаюсь. Мне вообще это не нравилось ничего. А когда очень долго не нравится, то тогда, помните, я говорил, если долго что-то не нравится, то рано или поздно это исчезает. Ну и вот так же и со мной было. Там есть очень хорошая книга. Она опубликована в интернете бесплатно. Называется «Доктрина бизнеса». Сами послушайте и ему дайте послушать. Я ее написал и опубликовал специально для того, чтобы люди слушали ее. И вот такие вопросы не возникали. Там я рассказываю, почему появляются проблемы в бизнесе, как выбирать себе персонал, что необходимо или чем необходимо себя мотивировать, каким образом нужно думать для того, чтобы бизнес процветал и так далее. Много-много вариаций причем. Это не день такой вот, не за одну секунду, как бы за одну секунду или там в течение даже двух минут вот так запросто не ответишь на эти вопросы. Спасибо, о котором делитесь. Что ожидать в марте, переезд или деньги? Скорее всего, деньги. В какой месяце будет переезд, в марте или апреле? Ну, может быть, в апреле. Слышал о предыдущем эфире, что миому можно вылечить бетулиновой кислотой. Я нахожусь в Чехии. Как могу приобрести этот препарат, как его употреблять? Две таблетки три раза в день. Свяжитесь с администратором или операторами сайта «Тибетская формула». Найти его несложно. Сейчас сверху прикреплено сообщение, вот здесь, прямо под прямым эфиром. Подробная информация обо мне и моей школе. И здесь ссылка. Нажимайте на нее, и там «Витамины». Переходите, нажимайте на «Витамины» и переходите на сайт. Отправляем по всей Европе. Поэтому можете дальше. Можете дальше самостоятельно перейти, оформить заказ и заказать, или оплатить, и ожидать доставку в Европу. Я знаю, что в Литву доходит за 11 дней. Можно ли читать заклинания и мантры без звука? Можно, когда выйду замуж. Сейчас я вас тоже заблокирую. Добрый вечер, Андрей. Здрасте. Работаю медсестрой в доме престарелых в Италии. Стоит ли менять сферу деятельности? Стоит ли менять страну? Страну не стоит, а сферу деятельности тоже не стоит. Андрей Андреев, скажите мне, оставаться жить в Украине 53 года? Да, оставаться жить в Украине. Стоит ли моей дочке поступать в Парижский университет в этом году? Поступила в прошлом, но не успела сделать вид на жительство. Отложили процесс на год. Стоит еще раз поступать? Стоит поступать. Будет для нее это полезно, переехать жить во Францию? Не будет особо полезно. Дело в том, что у нее, у вас нет особо денег. Знаете, для того, чтобы там жить первое время, нужно еще учиться, нужно финансы. Знаете, у вас их как раз не очень много. Поэтому вы себе что-то придумали, а на самом деле не особо это правильно. К сожалению. У нас небольшой город, дочка занимается торговлей продуктами. И ей нравится. Но у нее проблемы со спиной, выбора практически нет. Я за нее переживаю. Чем можно задуматься по работе? О чем ей можно задуматься по работе? Может, по здоровью? Есть очень хороший такой ритуал, я о нем рассказывал. Необходимо взять зеленую нить, длинную. Сложить ее в несколько слоев. Допустим, зеленую нить, там, мулине, или любую шелковую, или хлопчатобумажную, шерстяную, какую угодно. И несколько слоями обвязать один, два или три раза свободно свою поясницу. После чего два кончика этой нити завязать так, чтобы был один узелок, и так до 38 узелков. Остаток этих нитек обрезать. После этого нить эту нужно носить, не снимая, на протяжении не менее от трех до семи месяцев. В случае, если она отпадет и спина болит, еще раз завязать. В случае, если эта боль исчезла и пропала, то тогда уже можно не одевать второй раз. Так можно убрать болезни позвоночника и убрать боль спина. Лилия Келхан. Здравствуйте, Андрей Андреевич, все присутствующие. Здравствуйте, Лилия. Скажите, пожалуйста, если прах покойного находится на балконе, нет возможности захоронить, это влияет на энергетическое начтение мантр? Нет, нет, не влияет. А будет ли книга «Деревенская магия» печатная? Нет, мне неинтересно это делать. Sorry. Дело в том, что печатание книг – это очень дорогое вложение денег, как и создание аудиокниг. А доход с этого невысокий. Скорее всего, нет. Живем в Польше, сейчас сделали визу в Канаду, но есть возможность в Калифорнию. Куда получится уехать? В Канаде лучше. Оставаться в Польше или вернуться в Украину? Если выбирать Польшу или Украина, то Польша лучше. Если Канаду и Калифорнию, то в Канаде лучше. Хочется жить благополучно и счастливо. Муж постоянно в мыслях о том, что мало зарабатывает, переживает. Все в порядке. Так устроен человек. Каждый мужчина будет всегда стремиться к тому, чтобы зарабатывать больше. Знаете, я зарабатываю много, и работаю достаточно успешно, и бизнес имею во многих странах. И тем не менее, у меня все равно появляется желание зарабатывать больше. С чем это связано? Это связано с обычной мотивацией. Потому что если ты не хочешь, то тогда тебя либо разочаровывает семья, либо ты для семьи не хочешь, либо ты начал болеть, и тебе уже не хочется это делать. Обычно человек молодой, он всегда будет хотеть еще больше, еще больше. Вообще, один из принципов человека живущего заключается в том, что он всегда хочет еще дополнительно. хочет быть более счастливым, более красивым, более молодым, более идеальным, более богатым, и так далее. Это правильно. В этом плохого ничего нет. Валентина, подскажите, пожалуйста, получится ли нам с детьми купить дом в Польше? Получится. Кстати, если есть кто-то из Польши, свяжитесь со мной. Я хочу дать работу. Если у вас там есть компания, или вы хотите чем-то заниматься в Польше, и уже давно живете в Польше, и знаете польский язык, свяжитесь со мной в Телеграм, я вам дам работу. Может быть, доход невысокий, но на первое время тысячу долларов 100% вам смогу заплатить. Тысячу евро, да? Здравствуйте. Мне рекомендуют операцию по удалению щитовидной железы. Заглашаться на нее? Да. К сожалению. К сожалению, да. Внучки, идти в 10 класс или колледж? Мама за школу, и я за школу. Не нужен колледж, пусть остается в 10 классе. Мелания Витер. Большущее спасибо за совет с ниткой. Носила одно, почти 3-1. Проблем со спиной практически не было. Сейчас потеряла, начали появляться. Зеленая нитка работает. Супер. Как с эзотерической точки зрения объяснить психические заболевания? Свекров болеет и мучает всех вокруг. С эзотерической точки зрения человек перестает радоваться внешним проявлениям и все более и более углубляется внутрь себя. Когда он углубляется внутрь себя, то и внутренние проблемы накапливают и сжимают у такого человека душу, и эта душа не хочет находиться в теле. Именно поэтому и называют душевно больной человек. Внутренний диалог появляется у человека. То есть у человека появляется внутренний диалог, который выглядит так. О, что-то должно произойти, что-то должно произойти. Если в этот момент человек бы мог сказать себе, «Я не говорю этого», то он бы понял, что тот, кто говорит и имеет внутренний диалог, как бы его голосом, это другое существо. И обычно человек думает, что он с этим существом на равных. На самом деле у человека он владелец своего тела, своей души. И в этот момент человек должен сказать, вот то, что разговаривает у меня, пошло ты и дальше матом его отправить. Вот если так сделать сто или более раз на протяжении двух-трех недель, то внутренние голоса, внутренние драмы, внутренние стрессы, внутренние вот эти состояния, они исчезают. Это мегаэффективный метод. Как он работает с позиции психиатрии и с позиции даже гештальтерапии, но объяснить невозможно. Тем не менее, могу сказать, что это в действительности работает. Перевязанные трубы хочу родить. Получится забеременеть? Нет. После построения цилиндра психически странные люди через какое-то время перестали обращать на тебя внимание. Спасибо за вашу эзотерику. Правильно, потому что у вас начинает светиться меч. Этот меч, это то, что вы построили, это как защита от астрала. И ваш астрал более сильный. А им интересно общаться с теми, у кого астрал слабый. Ничего. Когда у вас вырастет ментальная энергия, то они будут находить в вас, будут относиться к вам, как к человеку, который точно такой же, как они. Это произойдет после пятой, шестой ступени. Дай Боже здоровья, Андрей Андреевич. Милый лучший сын, и Лех часто мы не сныться минулой ночи, и снова проснешься. Что это может значаться и представить, уволеваться для такой завидови? Когда человеку снится сон, и в этом сне он видит живущего человека или неживущего человека, то это ровным счетом ничего не значит. Как относиться к этим снам? Вот в случае, если во время сна вам приснилось, что у вас что-то забрали, взрыв произошел, там разрушились дома, и вы после этого проснулись, как будто это произошло. Знайте, этого уже точно сто процентов никогда не произойдет. Поэтому если что-то плохое снится, то это альтернативно отработанная программа, которая в этой жизни уже никогда не произойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Что необходимо делать? Берете яичко обычное, сырое, и вот так крест-накрест по груди водите, и говорите, все, что чувствами создано, забираю, потом по животу, все, что чувствами создано, забираю, или забираю паралляк, забираю паралляк, сзади по спинке и вокруг шеи, вокруг головы, вокруг шеи, и после этого просто вылить. Второй вариант, берете вот так воду, и когда ребенок идет и не обращает внимания на вас, говорите там Иванку, виндывается на вас, а вы ему вот так вот сильно брызгаете в лицо, чтобы он испугался. Он в этот момент пугается, вы берете его правую руку или левую, левую руку берете и плюете в эту левую руку и пальцем указательным вот так двигаете, а потом он с мылом это все умывает. Третий вариант, во время месячных, нужно пописать на подол, и этим подолом вытереть ребенку лицо. Четвертый, ставите ребенка перед собой, одеваете длинную юбку, и расставляете ноги и говорите проползи у меня между ног под юбкой. Вот он проползает между ног под юбкой и потом говорите, а теперь обратно, и говорите, без пары ляку, и он обратно перелазит. Это тоже помогает. Семья дочки живет в Киеве, хота в ее сыночек родился, а благодаря вам в школе. Спасибо. Я очень хочу переехать к ней в Киев. Мой муж не настроен на такой шаг. Стоит ли переезжать в Киев к дочери или нет? Вам на время можно, а вот на постоянно нет. Пискажи, будь ласка, вид по вил. Минима лучше, если на лайфчасте, вид по вил. Какую эзотерическую практику или программу вы рекомендуете для смены работы? Читаете вам Дуалья Дуалья Дзунди Соха представляете себя с большим количеством рук. Это мантра Сингон, она помогает человеку сменить работу. Сменить работу легко, проще паренной репы. Идете завтра, говорите, все, ухожу. И после этого, хотите или нет, работу сменить. Подскажите, какой профиль в обучении внучке лучше всего выбрать? Все, что связано с дизайном и красотой, будет получаться? Она больше, а вообще, хорошо было бы ей заниматься маркетингом и продажами. Вот маркетинг, продажи, красота, косметика, вот такое. У нее очень хорошо будут получаться продажи. Видно это в маму или в папу? Мамочку или в папочку? За год испортили все зубы. Скажите, чем это связано? Когда портятся зубы? Это первые признаки эзофагиального реплюкса. Как можно восстанавливать зубы? Каждый вечер берете стакан воды, капаете в него 10 капель перекиси водорода и 1 чайную ложку соды. Размешиваете и после того, когда почистили, пополоскали. На время, хотя бы на 10 дней в месяц, отказывайтесь от зубной пасты. и просто берете обычную щетку, желательно с мягкими зубцами этими и без зубной пасты чистите язык и зубы. Желательно в это время полоскать именно вот такой водичкой. Третье. лечите эзофагиальный рефлюкс. Каким образом эзофагиальный рефлюкс лечится гастроэнтерологически путем обращения к гастроэнтерологу. Сейчас у нас эзотерический вебинар, поэтому не буду об этом говорить. Вообще заболевание желудка, гастрит, гастроэзофагиальный рефлюкс и приводит к тому, что у человека появляются плохие зубы. Почему? Открывается клапан, происходит заброс из пищевода или в пищевод появляются бактерии. Эти бактерии начинают создавать то камень, то просто начинают уничтожать эмаль. Кислота, которая проникает, начинает размягчать эмаль, появляется разрушение зубов. Вот и все как бы темы. А вообще в свое время существовал знамение. Есть исследования французские и есть исследования, которые проводились, когда Франция приехала в Алжир и захватила Алжир. И были исследования, которые проводил физиолог. Я, к сожалению, не знаю его фамилию, я почему-то не обращал внимания, но сами исследования я читал. Так вот, он обратил внимание, что у большинства детей, которые проживали в Алжире и у африканских детей, очень часто были довольно хорошие зубы. и он начал думать, почему зубы у этих детей хорошие, а у наших детей, у которых в общем-то и пищи меньше, и уровень жизни, у наших детей, у которых пищи больше, уровень жизни лучше и так далее, зубы обычно плохие. И он определил, что разница заключается только в том, что когда ребенок начинает взрослеть или когда ребенок когда ребенка от одного года до вернее от рождения до одного года и даже до трех лет выращивают у нас, то ребенок пользуется мягкой соской, далее ему дают перетертую пищу очень долго и у ребенка не формируется твердый прикус, а ребенку необходим твердый прикус. И оказалось, что когда начали измерять прикус человека, который в Африке и прикус человека, который из Франции, оказалось, что прикус африканца он был гораздо плотный. Это было связано с тем, что пища в основном была из там пропаренного, пропаренных пропаренной фасоли, она достаточно твердая, хлеб был грубого помола, мясная пища у них обычно она достаточно твердая, они ее делают как не дожаривая, и человеку, и ребенку все время приходится напрягать челюсть, а у нас из-за того, что хороший образ жизни, перетирали пищу, маночку давали, хлеб весь мягкий и так далее, поэтому необходимо прикус тренировать. Дети, которые родились и потом которые начинают развиваться, им необходимо давать в рационе питание обязательно, чтобы были орехи, чтобы было такое твердое мясо, которое нужно сжевать и создавать сильные усилия прикуса. Также следить за тем, чтобы более активно кушать твердые, вернее, кушать продукты питания, допустим, хлеб из твердых сортов пшеницы и еще грубого помола. Ну, вот как-то так. Раз, я на працюющий пенсионер вагающий, есть смысл шукать и идти на работу, в каком напроке краще? Найдете работу администратором, поваром, все нормально, вообще нянечкой можете идти работать, все будет получаться. Такое ощущение, как будто у вас там десятки тысячи предложений, что там специалист какой-то области, гениальный там бухгалтер или еще что-то. Какому напромку краще? Как будто есть там выбор у вас. Так. Так, это кто-то здесь прямо сильно сильно спам да, у нас. Пожалуйста, есть примета, когда человек уходит в дальнюю поездку или командировку, то нельзя убирать. Правда, есть такая примета. Я из Израиля, мой муж потерял работу, в какой сфере искать, чтобы больше зарабатывать, получать удовольствие? Нет, получать удовольствие от работы еврей не сможет. А вот в какой работе работать, ему будет подходить складская логистика, ресторанный бизнес, охранный бизнес, перевозки. Перевозки лучше всего. Здравствуйте, подскажите, будет ли удачной покупка квартиры в Одессе в военное время? Да, спешите, поспешите, потому что после окончания войны увеличится стоимость в десятки раз, уже до ноября, декабря следующего года. Добрый вечер, я Пашко Виктория с Полтавы, Андрей Андреевич, мой сын Пашко Дмитрий, после техникума 11-й год изолировался от внешнего мира из-за паралича лицевого нерва. Будут ли у него какие-то изменения? С лицевым нервом нет, а вот изменения с коммуникацией будут? Да, не все так плохо, он со временем найдет себя. Проводите практики вымаливания. Работаю на двух работах по 15 часов в день, но из долга все равно не вылажу. Деньги как сквозь пальцы изменятся лучше. Не за деньгами нужно торопиться, а нужно торопиться за счастьем. Пройдите мой семинар магия денег или первую бесплатную ступень, я об этом очень рассказываю там, она же бесплатна. Для того, чтобы изменить судьбу, достаточно просто внимательно, не торопясь пройти первую ступень. Вот первая ступень выложена бесплатно в ютубе. Заходите в ютуб, находите первая ступень, первый день эзотерической школы Кайлас. И смотрите все 10 дней. Там я рассказываю в виде такого телесериала, рассказываю почему не хватает денег, как найти работу, как устроиться на работу, каким образом не получается сделать бизнес, почему у человека появляются трудности с зарабатыванием, откуда наберутся проблемы психические, как расстаться с нелюбимым, как отдать долги и так далее и тому подобное. это все есть. И это 30 часов информации. Ну не могу я рассказать вам за одну минуту вот так щелчком пальцев как мне это все изменить. Радоваться, а как радоваться? Ну как-то радоваться, ну как? Знаете, это как трактор нужен. Есть анекдот такой, приехал приехал человек, застрял где-то в тундре, едет Чупчак, два слова скажу, выйдешь, ну скажи, трактор нужен. Да он сам знает, что трактор, только нет трактора. То есть так же и здесь. Как помочь? Я говорю, радоваться нужно. Чему радоваться? Как радоваться, если плохо? Ну вот и конец, знаете. Ответ есть, но как осуществить это целая ступень? Изменять необходимо философию. Почему я это говорю? Дело в том, что я седьмой ребенок из семьи тракториста и уборщицы из Крымской области Красногвардейского района. И в моей жизни мне вообще ничего не светило, потому что я с 70-х годов рождения, потому что тогда стога огромные слились в окопы длинные, обучение получить тогда было сложно, это стоило денег, а у денег у родителей не было. И бандитизм тогда был и передел власти, у многих людей голод был он у нас в Советском Союзе, был в нашей семье, потому что в школе одна из мечтаний это было поесть вкусно, потому что еды не было, мы жили в Советском Союзе. Я не знаю, как у вас, у нас плохо было, потому что отец получал 120 рублей, мама получала 70 рублей, того 190, это на 7 детей нужно было делить, а это было очень мало, и поэтому жили впроголодь, не доедали, получать образование никто не мог, было не считая бедность, жили в селе. Сейчас я могу сказать, я давно с 2000-х годов владелец огромных предприятий, газет, заводов, пароходов, и занимаюсь бизнесом в интернете, провожу ступени школы, написал книжки, являюсь владельцем фармзавода и так далее. Почему получилось? Да я же не гопник, я никогда ни у кого не занимал, не воровал, в политике не был, руководителем, где можно было попилить бюджет, никогда этим не занимался и так далее. Где же я взял-то все? Что, своровал что ли? Тогда что не сижу-то? И этому всему может научить вас эзотерика, потому что я обычно говорю, измените свою философию, и где бы вы ни находились, вы сможете быть счастливыми, богатыми, везучими. вот Аня пишет, да, прошло ступени, все поменялось, низкий вам поклон. Попали в тупик, проходите ступени. Сейчас я тебя удалю. Так, так, о, удалил. Ты мой, зайчик. Андрей Андреевич, но вид срока огромный, слились в этапы длинные. Ну и что? Не грела телогречка, тогда узнал, почем она копеечка. Но я не хотел говорить этапы, потому что у меня это было не в этапах, у меня это было в окопах, потому что я специально так сказал, потому что мне приходилось трудиться, потому что приходилось выживать, играть на трубе, ездить там, в духовых оркестрах и искать возможности зарабатывать, не бояться. Знаете, сколько раз в жизни я себя переступал, потому что мне было страшно, потому что я был зашуганный маленький ребенок, потому что в школе учился, шугался всего, потом там к девочкам боялся подходить, потом еще что-то, не очень красивый мальчик был, сам себе придумывал это все и так далее. Потом отец мне говорит, слушай, кому не нравится, у того детства. Да вообще ничего не бойся, всем занимайся, все получится, но живи только по совести, чтобы быть честным. Иди ко мне, Китя. Эта дочка заходила, услышала, что я ругаюсь и пришла, посмотрела, с кем это я тут ругаюсь. Здравствуйте, продлят еще на год моему мужу контракт на работе. Скорее всего, нет. Андрей Андреевич, спасибо за мазь родопию, моей мамы, псориаз на затылке. С 14 января мажем, и все прошло, но мы пока можем, вопрос, как долго нужно мазать. Смотрите, моя мазь родопия уникальна. Я разработал эту мазь очень давно, и она не только убирает цириаз, она удивительно помогает еще и при кератомах, при этих, при этих, что-то склероз у меня сейчас вспомнил. Ну ладно. При витилиго помогает, при темных пятнах, вот есть, есть осложнения при заболевании синдром иммунного дефицита, вот появляются язвочки, появляется депигментация кожи. Даже в этом случае очень хороший эффект. Даже можно десна мазать, убирает кровотечение, псориаз снимает, грибок на коже убирает, в ушах грибок убирает. Великолепная мазь вообще от всего. Мазать сколько? Ну, 1-2 месяца хотя бы мазать необходимо. Вот январь, февраль, март еще мажьте и все. Ираида Карелина. Мой бывший муж при разродине хочет отдать мои личные вещи, документы. Как поступить? Не напрягать. Через... Как будто вам все равно. Вообще не напрягайте, не воюйте, ничего. Махните рукой, скажите, там мне пофигу. Делайте документы, не забирайте вещи, скажите, пошел ты вместе с этим всем. Вообще не боритесь. Потому что он мечтает, что вы вернетесь, попросите прощения. Он же думал, что он такой офигенный, а оказалось, что кроме вас, то он никому не нужен. Вот и получается. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Лечу плечи на спине, очень чешется. Подскажите, как изотерийски медикаментозно их полечить? Бетаин. Две таблетки бетаина три раза в день. Мускус и трибулус, это все убирает плечи на спине. Гемартан. Смазывать мазью, которая называется у нас, ну вот можно родопе, можно бальзамом и затоновым. Андрей Андреевич, постоянно болеет, нет силы, очень часто чувство голода. Обратитесь к эндокринологу, пусть посмотрит, нет ли у вас повышенного инсулина. Может быть, где-то есть инсулома, и может оперативно нужно ее удалить. Чувствовать голод постоянно, это может быть болезнью эндокринологической. При сахарном диабете второго типа также это может быть каким-либо опухолевидным процессом, допустим, инсуломой. При устранении инсуломы можно тут же избавиться от чувства голода. Но это все можно определить в случае, если провести эндокринологические исследования. Когда откроются детские сады в Днепре? В апреле-майе. Мне 64 года, больше 25 лет одна. Так и останусь, останетесь, не будете замужем. Простите. Сможет ли сын устроиться на постоянную работу в этом году? На постоянную нет. так и будет временно работать. Есть ли у меня эзотерические способности в каком направлении? В целительстве. Стоит ли продолжать работать в недвижимости? Стоит продолжать. Уйдете, вообще не будете ничего зарабатывать. Можно ли поему по телу как уменьшить в размерах нехирургические? Просите, чтобы кто-то в бане вас попарил. Когда напаритесь в бане, поставьте руки перед собой. человек должен вас наказать, сказать, вот за то, что родителям не писала, за то, что брала и бить по рукам. Потом разворачивайте, говорить, за то, что брала много, воровала. Потом вот так, за то, что не давала и не хотела давать. Потом поворачивайтесь задом по спине, по спине надо бить веником и по попе и говорить, вот за то, что родители не добили, за то, что соседи, и за то, что там врала, брала и так далее. Потом этот веник необходимо вынести, он должен высохнуть, лучше всего, чтобы он был березовый, и потом сделать костер и сказать, я преподношу этот веник духу огня, огни, забери заболевание липома и бросить, чтобы он сгорел. И обычно это помогает. Пожалуйста, выйду замуж 12 сроки в одна, выйдите, да. У меня будет развита интуиция, она у вас уже развита. Дочки приходят, подходит страна проживания, честь менять, подходит. Мне продолжать бороться за мужчину, отпустить его, лучше отпустить, мужчина не ваш, пожалуйста, когда я встречу мужчину, который станет моим мужем. Кульнар Абек Басынова, бизнес, которым я сейчас занимаюсь, будет успешным, для меня будет. Скажите, что делает сыну 5 лет, Миша, любит хоккей, а я переживаю тренировку, опасный спор. Все хорошо, верну вам мужа, благодаря вашему семинару. Все хорошо, ребенку можно продолжать, не бойтесь, все хорошо, ему правда подходит этот хоккей. Как не допустим, как не допустить зло в свою жизнь. Несколько советов. Не совершайте плохих поступков, будьте добрее, не обижайте, не обижайте надолго, не мстите, не критикуйте, забывайте, в случае, если обиделись, чаще произносите для себя слова. Если сердце тревожится, это не важно. Не лезьте в жизнь к чужим людям, не лезьте в жизнь к своим детям, помогайте, если хотите, финансово но не лезьте со своими нравоучениями не изменяйте им судьбу не навязывайте что вот мама захотела ребенок будет делать или там с ней нужно жить а он там не хочет чем больше у человека безразличия внутреннего тем он спокойнее чем больше в нем доброты сердечной тем лучше будет у него судьба и тем больше будет везение а где есть везение там всегда появляется финансовое благополучие старайтесь максимально уделять внимание близким своим задайте себе вопрос кто меня любит и любят ли вас ежедневно вот случае если вас кто-то любит то вашу сторону будут идти финансы если вас никто не любит той финансов у вас не будет поэтому прежде всего ищите тех кто вас будет любить а как любить для того чтобы вас любили делайте что-то для другого человека для людей безвозмездное помогайте старайтесь помогать ищите друзей общайтесь там это все и называется обмен вас любит жизнь дает вам деньги но вас должен кто-то любить а для того чтобы кто-то любил вам необходимо что-то для кого-то делать как сказал достоевский в глубине любого альтруизма находится наживо но точно так же у нас стараемся делать для кого-то что-то и тогда это что-то превратится для нас материальное благополучие муж обижает нужно ли переехать в волынскую область конечно идите к отцу отец такой у вас хороший волынская область вам лучше чем всего столько вы сейчас не приедете потому что не пустят вас просто стоит ли переезжать в одессу ли оставаться в харькове харькове не оставаться переезжайте в одессу так благодарю вас андрей андреевич что вы есть моей жизни вы мне помогли прожить этот год а до войны вебинары шумы мантры это наше спасение жизнь продолжается хочу спросить выйдет ли моя дочь в этом году замуж да скорее всего выйдет тамара дочь взрослая если буду проходить часто сам я по замужству смогу встретить мужчину для жизни конечно а чё ж нет вам 52 года только вы молоденькая еще и такая красивая да что ж с вами оля что за что за недооценена себя вы мега красивая желанная как там говорят в народе сексуальная женщина что с вами наоборот грудь в разные стороны губы алым самую красивую одежду на себя вы имеете огромное достоинство это достоинство свобода свобода вы свободная веселая знаете какие женщины в моей жизни попадались я пишу свою жену свое время чем она меня зацепила вот она пришла ко мне в кафе я сидел в кафе вот она сидела у нее были такие кучерявые волосы она их все время теребила вот такая вся была вдохновленная у нее блестели глаза и в ней была сумасшедшая энергия она хотела работать хотела добиваться хотела жить хотела что-то делать и так далее и вот это меня зацепило в ней была эмоция я выбирал для себя женщину в которой много эмоций мне это очень понравилось и этих эмоций много по сей день они у нас разные эмоция тепла и эмоция радости она там и танцует вот сегодня на целый день почему-то танцует и она там в ладоши умеет хлопать и может с детьми покружиться и пейте детей в нем рожала и бизнесом заниматься я говорю ты создаешь столько эмоций и ко всему еще и красиво и вы же все такие почему у женщины где вы расплескиваете куда вы это все убираете потом женщина такой вот бабука бурундука с кислым лицом когда я выйду замуж себя посмотри на себя ты эмоцию создаешь одну мне надо зубы зачем мне женщина которая выглядит как женщина которой я должна дать деньги уйти знаете какая эмоция смотришь на таких женщин и думаешь боже мой как мне в жизни повезло такие суровые как я не знаю как мороз никакой эмоции одна худоба ни одной морщины один ботокс наколят лоб себе ботоксом в том все женщины рогатые и губатые губы вниз ниже подбородка шло ниже бровей и после это и худые аж прозрачный вот эта красотища это красота и ни одной эмоции чтобы не создавать ни одной морщинки там же ботокс все уже ничего не шевелит больше эмоций больше эмоций хочется жить с эмоциональным веселым радостным счастливым добрым красивым ухоженным и так далее а мужчины они почему не такие но мужчины не такие потому что они мечтают чтобы кто-то вдохновлял почему женщина видит красоту жизни мужчина видит красоту своей женщины вот если женщина видит красоту в мире тогда мужчина видит ее красоту тогда у мужчины получается заработать если мужчина не видит красоту своей женщины это говорит о том что она не видит вообще никакой красоты нигде не в чем ну вот знаете как анекдот был там мама любит папу папа любит детей и дети любят хомяков а хомяки никого не любят в этом случае мама видит красоту во внешнем мире видит ее в себе папа замечает красоту в ней и хочет для нее что-то делать создает вакуум куда течет и любовь и деньги сестры огромное спасибо за вдохновение комплименты действительно эмоционально позитивно но не понимаю почему 1 вас никто не знает кто должен как сейчас люди должны знакомиться и в социальных сетях нет на вашу табличка что вы холостая вы что ездите куда-то ходите куда-то ну как о вас узнает кто-то вот с работы домой из дома на работу кто вас должен узнать где он найдется где в магазине сейчас есть целая куча сайтов я даже проводил исследования хотел там зарабатывать на этом проводил исследования их очень много это всевозможные там сайты знакомств это там киндеры мандеры шминдеры и там это везде можно с пойдите к хорошему фотографу пусть вас сделает красивый такой корректирует эти фотографии так чтобы была эмоция не у потому что смотришь на эти фотографии она либо попой стоит либо лицо маленькой вот такая грудь причем тут грудь эмоция должна быть будет какая-то эмоция эмоция скорректируйте в жизни всегда человек все равно красивее поэтому можно фотографии делать более красивыми а когда встретитесь хвалите мужчину удивляетесь говорите какой он интересный как он вас вдохновляет какой он веселый ладно снежана хочу предбраты а это на русском хочу приобрести трехдневный семинар целительства получится стать целителем снежана рахнянская я вам обещаю что в случае если у вас не получится стать целителем через неделю и вы не будете показывать мега чудеса исцеления то я вам полную стоимость данного семинара верну обещаю но мне этого не придется делать потому что все у вас получится добрый дня я знаете новый офис для бизнеса берете газету и ищите новый офис за ту же цену как найти офис или как то надо еще особенно его искать валентина бондар моей дочери последние месяцы задержка месячных не связано это с ранним климаксом нет не связано с ранним климаксом может быть связано с вторым месяцем беременности спасибо андрей андрей за помощь уже же нам он машет рукой и все надо уходить тренд речь за постоянную помощь студия с бородавкой на голени 18 лет перевязала ниткой она отпала час вылезла берете рисинку крест-накрест по бородавке водите потом берете красную ниточку и вокруг рисинки завязывайте на несколько узелков так чтобы красная ниточка не спадала с рисинки после этого и рисинку и ниточку берете и бросаете в горшок с цветочком который поливается говорите когда нитка сгниет бородавка исчезнет и все валерия андрей андреевич еще вопрос в каком в каком направлении искать работу преподавание дальше красота маркетинг любой включая сетевой бизнес выступление перед людьми и даже пение будет получаться очень хорошо будет получаться услуги любые там волосы стрижка ногти и так далее продажи чего угодно изготовление чего угодно можете этим заниматься часто каком направлении искать работу и там чтобы у меня было много денег вот я когда-то уже проводил такое исследование у меня был человек он приехал ко мне из латвии говорит андрей речь каком направлении хочу много зарабатывать мне надоело моя жизнь и так далее я говорю делай тушенку курильную покупаешь курицу закатываешь банки заливаешь там не знаешь делаешь и продаешь через год он приезжает как он на при ты начал делать тушенку нет почему почему я не начал но я не хочу вопрос исчерпан вот если начал уже был бы с деньгами но я не умею тушенку найми кого-то чтобы делали но не знаю как этим заниматься изучить ему ты спросил я тебе сказал тамара скажите андрей скажите пожалуйста бросить ли мой муж пить уж пожилой куча болячек в этом году и в следующем не бросит аж в конце следующего когда уже совсем его прижмет его диабет и заболевания легких и печени и поджелудочной железы ужас беднесенький як кажуть у нас в украине беднесенька люди на алла ащора бы ты якшу ну конечно помиримся ли мы с мужем разведут нас хочется наладить все нет не помиритесь всегда работал на офисной работы сейчас большой огород стоит ли заниматься клубникой стоит и клубникой смородиной стоит мне 49 лет последние 20 я одна встречу свою мужчина выйду замуж выйдите встретите бываю на месте силы как получить заряд когда человек думает что это место силы то это местом силы не является что должен почувствовать человек находясь на месте силы находясь на месте силы человек должен почувствовать истощение как будто у нет нет сил потом он ложится в этом месте лежит отдыхает его тело напитывается определенной силой и потом когда он находится уходит с такое место силы у него очень увеличивается энергия таких мест силы немного одно из них это плата и мантаки в тибете второе это пусть и пусть и при подходе через мост к мандалия в камбодже в анг карвате то есть он карват он построен в виде янтры такой и вот одна из сторон янтры это место силы там обычно люди засыпают плохо себя чувствует вот если туда приехать сесть и помедитировать то после этого человек перестает спать не хочется есть очень худеет появляется сумасшедшая энергия это место силы когда глазам красиво и хорошо когда это гора и красиво и хорошо то это не связано с местом силы просто многие думают они там ездят куда-то вот поездка к местам силы там и думают что место силы это там камни там красивый вид и так далее а силы там нет места силы это особые места где человек может обрести силу как набраться в местах силы силы никак потому что это не место силы есть такие места допустим я когда был в тибете и путешествовал то когда поднимаешься в горах или в горы то есть такие места где сидели монахи и там камни на них нарисованном антром они под михом или он ваджа гур подносит их ум или там мгт гаты парагаты про самгаты водисоха и есть места такие излом 1 гора как бы выпирает вверх 1 гора под ней далеко назад и вот если там находиться то появляется непреодолимая жуткая усталость появляться появляется ощущение будто силы покинули тошнит ведь не хватает воздуха сердце бьется появляется тревожность неприятное ощущение вот если ты найдешь такое место именно в этих местах обычно и медитировали великие махатмы или великие йогины зачем они это делали они находили место которое у человека к которому человек абсолютно не адаптирован то есть это не человеческие ощущения не человеческая энергия и они начинали медитировать на то что им безразлично устраняет такой раздражитель и обретали в таких местах яркие ощущения над человеческие обретая всевозможные ситхи и именно это и называлось местами силы а у нас это называется красивыми местами которых силы собственно и какой-то и нет удастся выучить язык удастся не торопитесь язык изучают попой берется два листа выписывается слова садитесь и громко повторяйте не первый раз ничего не запоминаете просто читаете там color воротник color воротник color воротник и так далее то майнер майонг нах и вот повторяйте 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 первый день повторяйте второй день повторяйте вы делаете так пишите себе на листочке дни повторений и делайте себе на месяц по 2 листа делаете себе 30 страниц и первый день 1 страница 2 день 2 страница 3 1 3 страница 4 день 4 страница 5 5 делайте 5 по две страницы вот неделю вы их прочитали громко надо громко по несколько раз повторять со следующей недели воскресенья перерыв сделали и повторяйте еще раз в следующей неделе еще еще раз вот смотрите на таких двух страницах где-то приблизительно 200 300 слов 5 страниц это достаточно большое количество слов и вот так можно словосочетание каких-либо и повторяю вот так ежедневно еженедельно ежемесячно на протяжении где-то 3-4 месяца вы выучите слова я в том что наш мозг так устроен что сначала мы запоминаем визуально потом ассоциативно потом в короткую память и потом только через неделю или две в длинную и вы будете со временем даже если что-то не будете запоминать то процентов 20-30 из этого текста будет запоминать будете потом сами удивлены это очень простые способы изучать язык в чем проблема изучения языков человек думает что изучение какой-либо науки изучения языка должно происходить быстро нет быстро здесь не имеет значения здесь самое важное слово настойчиво ежедневно стабильно постоянно вот я это называю обучение попой то есть если каждый день повторять 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 если это делает даже не один раз а два раза в день утром и вечером выделяя это час времени утром часть времени вечером то обычно четыре месяца дают невероятный огромный мега результат за сколько можно выучить язык до очень хорошего уровня если каждый день два часа этому уделять с плохой памятью то за четыре месяца будете очень хорошо разговаривать если ваш возраст до 50 если после 50 тут за месяц в 6 пожалуйста она разумеется александр 28 алкоголем когда бросит мне не бросит быстро будет пить настраивается александр и отношения до 4 тоже скорее всего не особо перейдемо мы с человеком и его батьки уже 15 лет и все на купе живемо будьте настойчивыми настойчивыми настиловыми не знаю як це як можно сказать слово и до речи уже час прийшов прямо завтрашнего дня снимает и проезжает и и живить життя вам гарно 15 роки все вас обучить сын олег 35 крестине 26 семье два с половиной года живут чехи когда будут дети смогут сохранить семью и жить вместе смогут дети будут через ну два года будут уже дети девочки и еще девочка болят ноги сколько докторов прошла поле нейропатия невролог нужен получится за март месяц запустить бизнес нет попозже запустишь аж до мая наверно то интересуюсь постоянной эзотерикой люблю почитать про магию лечение заговором если у меня какие-то способности к целительству есть хочу мы хотим очень купить комнату получится ли ее купить не торопитесь покупать комнату вы в дальнейшем купите себе дом огромный где будете жить вообще люди очень часто хотят маленького маленькую квартиру маленькую машину нет терпите бог любит людей которые терпят за терпение воздается вообще часто человек хочет что-то конкретно хочет замуж хочет там семью хочет детей хочет квартиру хочет еще чего-то и вот микро цели он хочет ставить я хочу вам сказать хотите счастья говорите себе каждый день я хочу в скором времени быть счастливой женщиной и счастливым мужчиной и тогда вас к счастью приведут другими путями если ваше счастье это счастье душевное и духовное материальное еще какое-то быть там знаменитым а не жить в квартире и так далее то бог для вас это создаст нужно хотеть счастья больше чем хотеть мишуры не нужно хотеть одежды машины квартиры нужно хотеть части счастья у каждого свое тогда все идеи которые у вас возникают они реализуются сами по себе человек говорит вот наслушается трансерфинг или секреты там вот я там миллионером буду буду счастливым до них не надо тебе эти миллионы почему хоти счастья хоти счастья просто найдется мужчина будешь с ним веселый будете окружить на машине катать детей родишь будешь там еду готовить будете вместе путешествовать дети там устроиться замуж выйдут это будет столько счастья там начнешь сетевым бизнесом заниматься выступать перед кем-то люди будут аплодировать а ты взрослая еще и не больно еще и красивая и муж любимый и жизнь просто не зря а так миллион хочу скоро миллион будет или я миллионер я миллион но появился у вас миллионер хотя не верю что это произойдет и что вы можете запросто купить и не думать об этом есть что хотите и и что а счастья нет счастья надо части интереснее всего остального счастливым можно быть и с милым шалаше а счастье это то что у каждого человека свое так один счастлив из-за эгоцентризма эгоизма нарциссизма если им будут восхищаться все будут говорить там у женщин какая она красивая там уникальная звезда там и так далее ну и тогда бытие танцовщица или актриса или еще кем-то там певицей а если там я там буду счастлива у меня будет много денег захочу что угодно буду есть это на коде и замужества и деньги нужно на бизнес себе сделает а ей подруга вот у меня дети уже этом рожаю так далее а у тебя ничего нет она вот я хочу мужа когда же будет муж но у тебя же задача другая тебе для счастья надо деньги как-то так если нам уже порчи как я их могу снять с него не навредив себе есть семинар называется обрядовая магия двухдневный курс покупайте вы семинар обрядовая магия где объясняю как снимается порчи из глаз а вот так здесь давать информацию я не готов на этом все до свидания если вам хочется меня отблагодарить то вы можете поставить лайки и после окончания данного вебинара написать свои комментарии не забывайте о том что у меня есть канал который называется андрей дуику официальной в youtube куда вы можете перейти написать свои комментарии поставить лайк подписаться на мой канал вместе мы сила и вместе сможем изменить этот мир потому что каждый человек который обретает состояние доброты тепла радости духовности в дальнейшем может хоть как-то изменить этот мир сделать его более добрым менее озлобленным вернуть этому миру идеи гуманности человеколюбия прекратить убийство друг друга который возникает из-за злости ненависти из-за эгоизма эгоцентризма из-за того что кто-то думает что он имеет право быть выше других людей или выше и целого народа и так далее пусть такими маленькими но шажками мы изменим этот мир в сторону гуманности человечность и человеколюбия доброты милосердия то в общем-то из-за чего этот мир до сих пор живет несмотря ни на что все равно как бы это все не тянулась как бы не длилась конец этому непременно придет поэтому объединяясь вокруг доброты милосердия человеколюбия мы являемся примером которые на фоне своих поступков создаем в этом мире тех людей которые могут не завидовать а повторять видеть радость которую мы создаем и самим радоваться видеть любовь которую мы создаем самим транслировать любовь видя заботу над близкими близким детям и к старикам самим создавать возможности и события в которых они будут смотреть и за близкими и за детьми и так далее таким образом и создается то что называется эволюционирование мира так вместе объединяясь вокруг доброты мы и мир объединяем и обучаем доброте так что быть добры друзья до свидания и до побачья все выключаю фейсбук сначала спасибо всем до свидания